приветствую все зрители моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник вот так я обычно делаю за кадром понедельник 29 июля и начинается моя новая вышивальная рукодельная не только неделя где мы с вами видимся на качельке что мы здесь делаем снимали впечатление месяца я сняла первые впечатления месяца с короче предыдущие были в январе 22 года с февраля 22 года впечатления мои стали настолько непечатными что рассказывать там особо я же еды короче вы все понимаете я думаю и без меня не было ни сил ни желания ни какого-либо позитивного мышления но сейчас я как-то как-то что-то сделала не знаю как пойдет ветер ураганный я сегодня должна была идти на сапы но ветер просто ласково треплет арматуру и я понимаю что нас унесет куда-то не знаю на границу я думаю вы слышите сами прекрасное все поэтому скорее всего мы сегодня не пойдем на сапа может погуляем но быть на воде в это время это идея так себе типа на троечку знаете я не знаю как пройдут у меня ближайшие несколько дней потому что я сильно отстала по своему пластиковому процессу и по-хорошему сегодня завтра вышивать бы мне его а если я буду вышивать только его мне не хватит времени на крестики у меня какие-то процессы затормозятся там в среду я еду домой и собираю вещи потому что в четверг утра в 6 утра я еду во львов что называется не опять основа есть меня не сдует до того ничего тут не прихлопнет да я опять еду во львов так что половина этой недели половина следующей пройдет у нас с вами там и вышивальная неделя соответственно будет тоже делаться оттуда и только что я поняла так подождите минутка инфаркта а когда мы снимали квартиру там же было про вай фай правда а то будет мне неделя но ничего как-нибудь загружу я вас без вышивальной недели не оставлю так что сняла я впечатление месяца будет выходить этот формат скорее всего только для спонсоров как такая еще одна фишка еще одна благодарность скажем так тем людям которые решили поддержать мой канал так еще со спонсорами сейчас разберемся это все люди посмотрят что я нас не мало вот это вот вот в этих вот условиях того кто там кто-то стучит тут вот это вот дует там еще кто-то что-то режет прям не блогера мечта в общем там все спонсоры это посмотрят скажем мы уходим мы не будем это смотреть сейчас буду идти монтировать и проверять что там у меня вышло самые такие большие порывы ветра я пробовала пережидать но я не уверена что из этого на сто процентов прям получилась какая-то конфетка так что все я отсюда ретируюсь а вам желаю приятного просмотра и давайте проведем с вами эту неделю вместе так что я вам хочу сказать 18 56 я смонтировала впечатление месяца вывела загрузила их на канал так что их можно было бы уже открывать вот вот прямо сейчас я пошла немножко прошлась на топала что этом на топала почти десять тысяч шагов на топала ветер у нас ураганный как был так и продолжается такие что-то надует там обещают вроде дождь с четырех утра до четырех дня следующего дня посмотрим свет вроде как нам сегодня должны отключить только на два часа с восьми до десяти а завтра вроде как не будут отключать вообще я в шоке что такое могло можем может в принципе быть но посмотрим я сейчас занимаюсь пластиком вот мой лист который у меня сейчас в процессе вот тут у меня вышиты домики и сейчас я занимаюсь крышей еще один ряд надо будет вышить в ней вот так вот она выглядит и где тут моя схема вот я сейчас вышиваю вот этот второй нижний черный прямоугольник потом еще два вот таких и вот здесь вот внизу еще надо будет сделать дерево и чуть-чуть вот этих вот деталек и все лист готов и буду приступать к следующему надо будет его выбрать там еще три листа выберем к какому но этот лист я точно хочу сегодня закончить и завтра еще хоть чуть-чуть повышевать следующий но и крестики хоть где-то хоть какие-то надо наверное сделать и в качестве процесса на котором я собираюсь сделать хоть хоть какие-то крестики у нас выступит вот такой вот twisted band sampler у меня на данный момент 29 процентов и сейчас я должна вышивать я должна вышивать вот этот вот этап крестиковый вот он но у меня он будет немножко по-другому выглядеть в цветах у меня там будет переход из вот этого это нитки tell artis это у нас солнце тот цвет которым были вышиты вот эти вот шовчики и потом солнце будет перетекать в охру вот так вот мне кажется должно быть интересным но перетекать оно еще будет не скоро между перетеканием солнца в охру еще 800 крестиков то есть одна часть сейчас я вам покажу как это все должно выглядеть у меня вот одна часть это будет крестиковая этим цветом потом вторая часть не туда не туда не то я имела ввиду вернись я все прощу на глазике хочу значит вот вот это вот мне нужно вышить более светлый участок будет у нас вот этим солнцем более темный будет охай и потом будет шовчиковый этап моё самое любимое я не уверена что я за эти два дня за сегодня за завтра даже вот этот крестиковый вышью но этот процесс у меня планировался в финише лета я если честно я уже ни в чем не уверена но какие-то крестики помимо пластика я хочу сделать за сегодня завтра так что сегодня своей своей жертвой я выбрала вот этот вот этап здесь вон 800 крестиков этим цветом если бы я их сделала я была бы счастлива но не факт не факт одним цветом но здесь нитка с переходами каждый крестик нужно закрывать отдельно плюс пластик 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 надо его двигать в общем я покрутила посмотрела какие у меня процессы и поняла что сейчас руках больше всего тянется к нему конечно ситуация со светом очень радует прям путь футь фу и если так будет не только завтра но еще и послезавтра в среду когда мне надо домой это же я смогу это же я я его ее это же я смогу и постирать и побегать смогу это же это же как же такое же может быть ладно не будем раскатывать губу сильно но тенденция мне нравится хочу вам сказать доброе утро у нас уже вторник 30 июля и что хочу сказать у меня вчера был какой-то удивительный вышивальный день который начинался как абсолютно не вышивальный я полдня снимала потом еще полдня ходила гуляла я вернулась я чуть-чуть повышевала пластика когда монтировала впечатление месяца не думала я что скажу когда-то еще такую фразу потом я еще пошла погуляла потом я вернулась где-то в районе 6 вечера пока туда пока сюда короче я села наверное в 7 и то там там клюнула там клюнула и в итоге по каким-то непонятным причинам мой вышивальный день вчера закончился ровно тысячи крестиков в сэмплере то есть я вышила всю вот эту вот цепочку но тут еще он закрученная снизу потом перекрутим то есть вот всю ее смотрите какие красивые переходы цветов в этой нитке солнце и приступила к ее второй половине скажем так и от второй половины осталось 600 крестиков то есть теоретически теоретически я могла бы наверное сегодня даже дойти до этапа шовчик я себе даже предположительно такого не не предполагала но кроме этого я вчера сделала и то что планировала основное это я закончила лист пластика такие вот тут у нас крыши будущее еще два кусочка дерево и вот эти вот части части чего-то и дальше у меня встал вопрос какой брать лист следующий у них еще три части это у нас барн господи надо будет загуглить как это переводится то что я понимаю но не не помню в общем это штука где хранится вот эта вот штука значит это лист с ней вот ее части красивая тут такое будет окошечко тракторчик вот он наш маленький тракторчик который стоит рядом прекрасные звуки и крыша кстати это первый случай когда крыша вышивается двумя цветами у меня обычно крыша вот таким же самым стежочком вышивается но тут разные из комбинации либо либо короткий два длинных два коротких либо короткий длинный два коротких ну как то так чередуется но обычно это одним цветом а тут двумя то есть крыша у нас будет двумя оттенками серого вообще здесь нормальные такого нормального такого размера ключик посмотрите сколько цветов в этом одном листе будет использоваться ты так смотришь на лист ну красный серый но на самом деле все вот эти цвета в этом листе будут использоваться и судя по всему еще будет делаться вот такая штука но наверное это я уже сейчас не буду разбираться я уже буду при сборке это вот этот вот верхушечка она должна как-то вышиться потом из нее как-то там вырезается кусочек из этого круга это вышивается на пластиковой конве которая в форме круга поэтому ее здесь нет кстати там этих кружочков где у меня этот пакет с дополнительными всякими штуками там этих кружочков много я если честно до сих пор не понимаю куда они все пойдут вот они смотрите сколько ну хорошо один сюда на эту верхушку два сюда на мельницу ну куда остальные а их тут сколько а ну посмотрим сколько у нас этого добра так вытряхивайся так 1 2 1 2 3 4 5 6 6 штук у нас вот таких вот куда непонятно ну ладно разберемся но крыша да крыша интересная вроде как должна вышиваться не сложно ну как видно но двумя цветами будем будем учиться их чередовать значит был лист такой и еще был вот такой вот вариант это у нас мельница так что с колесом я только что показывала кстати про колеса здесь ничего не скажем а где у нас вообще надо сейчас найти где у нас в принципе описывается как собирать эту мельницу то что да почему то колеса здесь колесо не нанесено вот такие вот тут всякие детали тут будет посложнее потому что она сама посложнее смотрите тут вот это вот лесенка будет в общем такой мне кажется это самый сложный домик будет значит был такой вариант и вариант еще центрального магазина цума местного general store вот он у нас здесь вроде тоже не сильно сложно здесь на что вот такие какие-то штуки будут куда-то куда-то вырезаться но здесь в некоторых местах есть бэкстич его еле видно видите вот он идет вот это вот даже помощь сейчас не сильно видно в общем окошки обведены белым вот здесь можно видеть видите они обведены белым а здесь этого бэкстича почти не видно я не знаю каким образом я вообще угадала что он там должен быть так это инструкция как собирать этот general store слушайте а где инструкция где инструкция по этому old mill сейчас поищу здесь не может быть baron farmer's market а кстати смотрите здесь какая-то еще для farmer's market для корзин а я все думала где дно у корзины с яблоком ага все я поняла один из этих кружочков это дно корзины с яблоками потому что я все думала где это она такая большая будет ничего себе я думала она будет меньше тут вот что-то надо вырезать у нее внутри ну ладно разберемся так а где же у нас мельница так нашла я инструкцию по сборке мельницы она вот как раз на обратной стороне к вилдшопа это первое что я вышивала и я не скажу что я очень обрадовалась тому что я увидела как то так это будет выглядеть если пока слабо представляю и там еще какие то будут вот где красные линии я так понимаю между то есть надо два вот таких вот колеса сделать написано вот stitch to то есть две штуки и между ними будут еще вот такие вот перепоночки видите вон они и эти перепоночки я здесь где то видела вот вот это они в самом низу вот это вот эти штучки короче вы понимаете почему я так тороплюсь вышить эту работу ну тороплюсь это конечно громко сказано потому что уже почти август а у меня вышита половина да тороплюсь это я погорячилась почему я пытаюсь торопиться вышивать эту работу потому что я понимаю сколько это еще собирать в общем думала я думала и решила взяться таки за вот этот вот лист так что сегодня постараюсь максимально повышивать его ну и хотя бы крестики вот в этом вот процессе, если я дойду до шовчиков будет прекрасно, но мне еще нужно собирать вещи, господи, зачем я разбирала их, вот зачем зачем я разбирала этот чемодан опять нужно одежду выбирать какую с собой брать, опять нужно погоду смотреть какая-то в Львове опять надо вещи, ну такие какие-то лампы, не знаю, вроде со светом слава богу, но все равно же надо взять, мало ли короче, надо будет сегодня еще собирать вещи, так что не буду загадывать, сколько я сегодня смогу навышивать, но вчерашний день знаете, меня очень сильно прям приободрил и так, смотрите какая красота, что у нас 9 часов вечера, надо идти что-то съесть кукуруза, судя по всему, станет моей жертвой и сегодня плюс тысячу двадцать восемь крестиков боже, чем больше возлагаешь надежд на какие-то дни, тем печальнее это все по итогу получается, когда не возлагаешь никаких надежд получается вот так я не знаю, это какая-то просто магия в них хогвартса, в общем я закончила полностью вот это вот, которая была солнцем вышитые участки потом перешла уже к охре а, я вам это показывала и закончила и даже начала первый ряд шовчиков начинался он с вот такого неполноценного и потом вот такими вот красивенькими бантиками пошел дальше элементарный стежок но дальше там будет какая-то интересная такая история там будет еще два вида стежка посредине и потом снова такой же но вот с теми, что посредине там как-то так очень витьевато описано, что сначала сделайте все вот эти у нас нитка центра наверное надо ее достать мне кажется уже в ней нет смысла сначала сделайте там все которые там одного вида стежки это по-моему смирно потом сделайте другие потому что вот те что более длинные они перекроют дырочки от этой смирны то есть сначала нужно сделать все одни потом все другие хотя там получается как ряд одних будет ряд одних ряд вторых потом снова ряд этого смирно потом снова ряд одних ряд вторых и снова такой в общем надо читать описание без описания это было бы сложновато но эта работа откладывается у меня уже до моего возвращения 30 не помню скала не скала 35 процентов почти 36 у меня уже в ней но мне кажется я за два дня ее очень неплохо продвинула то есть считайте вот это вот все появилось за сегодня ну и до верха там она еще закручена за два дня шикарно кроме того я сегодня еще и пластик повышевала хочу вам сказать но я планирую сейчас повышевать его еще так что покажу вам дай бог не забыть завтра с утра собрала вещи собрала одежду вроде вроде все собрала так что мне это уже привычно я уже как-то быстро это делаю мне на это ушло я не знаю там есть и полчаса мне кажется даже меньше ну 20 наверное в общем довольная своими крестиковыми продвижениями удаляюсь грызть грызть кукурузу и вышивать пластик и увидимся с вами уже завтра на завтра у нас тоже отменили отключение света тьфу-тьфу-тьфу и если все будет хорошо то количество всего что я могу смогу сделать завтра дома прям превышает все мои ожидания я смогу скорее всего даже побегать на беговой дорожке юху доброе утро у нас уже что у нас там 31 июля среда хотя ну доброе такое себе у нас сегодня была ночью атака дронами 89 штук из которых больше 40 на Киев сбили но это конечно было что-то с чем-то я лежала это все слушала слышишь бах где-то далеко потом слышишь ближе еще ближе еще через 2 минуты еще ближе еще ближе лежишь думаешь что ж что ж такое слышала как один летел такое ощущение что газонокосилка летит в общем такое себе удовольствие сильно ниже среднего у меня абсолютное ощущение что меня прожевали и выплюнули я проспала 5 часов в 2 захода но надо собираться и ехать вот что я вчера навышивала в пластике две части крыши нижняя часть чего-то и вот еще две части крыши немножко начала на таком вот этапе ну слава богу перевалившим за половину я свой пластиковый процесс оставляю и что я буду вышивать сегодня дома если у меня вообще будут дома силы и вдохновение на вышивку покажу вам уже когда туда доберусь как-то так хотела я сегодня бегать но тут уже у меня основной вопрос был в наличии света а сейчас у меня основной вопрос в наличии сил то что пока что я если честно я стою вот так вот то есть я стою вот оперевшись в стол коротко коротко о моем состоянии но посмотрим может как-то расхожусь ну конечно спасибо конечно что не в тот день когда нам выезжать в 6 утра но вот это тоже было не прикольно мягко говоря все собираемся едем домой так я дома я уже протопала почти 12 тысяч шагов но да как я предполагала бегать у меня нет сил вообще абсолютно эти ночные приключения перепортили и все ну как бы давайте смотреть-то все с позитива спасибо живая но но ощущения очень не очень не знаю сколько я успею поспать сегодня потому что в 4 утра вставать для того чтобы в 6 уже быть на вокзале ну короче говоря как вы могли видеть 6 часов вечера почти и это тот процесс который я хочу сегодня хоть немножко повышевать начать он у меня был оставлен дома и вот я приехала я погладила только что ткань так себе вам передается цвет в общем она такая более в салатовый не в глубокий такой какой-то мох а в такой более салатовый подобрала нитки два каких-то таких на даче ну я думаю сегодня мне все цвета не понадобятся и это вот такая вот калибри fiery throated hummingbird из серии но сейчас буду что-то пытаться сделать как-нибудь натяну не думаю что я сегодня много повышеваю хотя как вы могли видеть на этой неделе у меня не думаю что я сегодня много повышеваю это какая-то волшебная фраза после которой я много вышиваю надеюсь что сегодня оно как-то так и сработает и знаете что я еще нашла я нашла пяльцы 19 сантиметров но 19 сантиметров это внешний диаметр внутренний 17 я не знаю те ли это что нужны я только что поняла что водит сирена сигнализация или как это правильно называется у машины сирена в общем вот она я так я когда не снимаю видео я не замечаю слишком к этому привыкла в общем нашла я пяльцы это для косева я думаю что я завтра это конечно что-то с чем-то завтра в Львове я думаю что я в это время уже куплю нитки ткань не нашла я у себя ткань подходящую и возможно даже уже начну этот процесс кто знает кто знает так что пяльцы есть вышивать я буду наверное на других я вышивать взяла на руке пластиковые а оформить если влезет опять же если 19 сантиметров это имелось внешние размеры а не внутренние то тогда должно влезть впихнем вы конечно можете смеяться я вам больше скажу вы имеете на это полное право но да теория не сработала она срабатывала предыдущие два дня и даже три нет два не будем переоценивать и надо наверное и за это быть благодарными я сказала что вряд ли я сегодня вышью много и как вы видите это все 31 крестик но это уже ровно 1 процент работы это уже вам не обо что да как-то вот так вот это все выглядит здесь уже были эти три четверти несколько штук ну классическая работа из этой серии у нас 21.41 и не думала что скажу когда-то эту фразу но пора ложиться спать в 10 если лечь то должно не так тяжело быть вставать в 4.30 в теории хотя я не верю что существует какая-то реальность в которой не тяжело вставать в 4.30 ну гениальное я в прошлом взяла билеты именно на это время поэтому я в будущем вернее я в настоящем должна расхлебывать то что я в прошлом наделала в общем чемодан собран все собрано едем с вами на практически неделю во Львов кстати мы посмотрели погоду и судя по всему послезавтра в пятницу едем в аквапарк там самая лучшая погода так что я была там две недели назад или три недели но аквапарков не бывает много правда подсоу восстанавливайте на секунду итак официальное дело лучше не становится так еще раз наконец-то я победила долго строй итак что у нас тут почти приехали это прекрасно сложно в это поверить но тут даже фонтанчики работают их раньше не замечала теперь надо как-то добраться на квартиру так прийшли мережку у когось сьогодні будет новый стат из них здесь я перми деменчин стилантис О, вы, да вы. Прикольно. Little stitch. Минку. Тканинки. Магнетики. Магнетики. Кохана. Ножничок не видно. Талантис. Новинка. Магнетики. Ниточки. Магнетики. Ниточки. О, вот там. Эрлешки. Ух ты. Класс. Я б тут жила. Талавартис. Талавартис. Три коробки Буцина. Раз. Два. Три коробки Буцина. Что там, что там? Ржавый чайник. Затишные хресты. О, это тоже какой-то новый лунг. Знайшли? Знайшовся? Пролетев. Долетев. Покажи. Красный. Тема простеживается, да? Так трошки? Да, та же стыковина. Лежные. Демалок. Лежные демалок. Органайзеры на Ви. Тут тканинки. Баффас. Теттенбург. Николасу. Мурана. Да, больше застрелилась. А у вас Оля воноложила. Муранки. Ну. Сузерея ДНРУ. Так. Что я вам хочу сказать? Я нашла шикарный фотофон. Подоконник. Там у нас кусочек улицы. попали под дождь хорошо, что у нас были зонтики мы в самом-самом центре вид не самый, конечно такой, знаете ли, туристический но на самом деле мы в самом-самом центре кто из любого поймет мы около коня что нам везде близко что, я сегодня ехала ехала, 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 ехала и пока ехала, закончила наконец-то свой стародавний дорожный процесс бабочка готова, осталось ее только отсюда аккуратненько вырезать и собрать я сделала бэкстич бэкстич здесь с тремя цветами металлика, он золотистый, серебристый и коричневый дошила крестики, соответственно программа радостно насчитала мне что-то 750 крестиков в общем, мой сегодняшний вышивальный день почти закончил смотрите, какая красота осталось только это все собрать да, и походили мы уже по рукодельным магазинам были в Лолитке были в Морешке и не ушли оттуда с пустыми руками даже я вам хочу сказать больше, чем рассчитывали у меня целый пакетище вот это вот лучше бы я не слышала тех цифр, которые я там набрала на самом деле я не взяла ничего лишнего говорю о себе значит, вот эта вот ткань это у нас Моника 28 каунта обельхор ее я взяла на замену ткани в наборах от Милхилл у меня какой-то один цвет есть какой-то следующий да? нет? то Ева то Ева в общем, красивый цвет можно будет менять 28 каунт и вот эту вот ткань это Белфаст 32 каунта 770 очень красивый надо, кстати, загуглить посмотреть, как называется цвет не было меньшего отреза мне надо 30 на 30 а тут 35 на 50 великоватый но очень красивый это мне под вот этот вот процесс сейчас вы его видите рядом картинкой также на этот процесс это я не сегодня купила это я купила на прошлой неделе в Моне как видно этот пакет уже многое в этой жизни пережил но это у меня три ниточки которые должны были вы должны до сих пор туда поместиться я сегодня докупила в Морешке остальные есть все у меня сейчас только что такой момент был я не помню как я девушке говорила что восьмерка я сказала перле я сказала перле она просто пошла и до человека видимо она на этой самой на картинке которую я открывала увидела что восьмерка говорила я сейчас подумала так сейчас назад но нет так нет таки да подожди это пятерка кто идет в Морешку тут мы да ну что ж ты будешь делать одну пятерку да одну пятерку сколько там Морешки десять с половиной тысяч слушай она до скольки работает вообще глянь чек у нас есть можно же наверное поменять блин ну это я тоже не посмотрела номер мы посмотрели так где она Голки в Митя семьсот сороковой а где она вообще есть да номер пять а мне надо восьмерку в общем сейчас Лива была в Морешка пять раз ну и что там есть какая-то информация по поводу нашего прибытия в общем вот такая вот цветовая гамма красивая но да с оранжевым надо что-то делать как я так не посмотрела ну оно видимо как-то там до семи до семи а сколько идти ну минут двадцать наверное ноги руки руки в ноги может завтра не завтра не значит сегодня значит руки в ноги так все одевайся я две секунды вот так вот в прямом эфире в общем взяла еще вот такие вот пуговки дрессетап сейчас могу очень быстро туда идти вот такие вот пуговки взяла на рукодельную тематику я думаю что должны пригодиться что тут у меня еще еще один чек и взяла вот такой вот магнитик не знаю мне очень понравился хрестик за хрестиком бобинка так что все берем с вами вот это берем с вами вот это и прибываем в моряшку второй раз за час и так чудесами монтажа тадам знаете если бы это было так же быстро и легко как только что вы видели не на самом деле это было достаточно быстро и достаточно легко за 16 минут мы туда добежали нам поменяли все очень быстро продавец конечно немножко так удивилась она так поворачивается мы с ним в другой одежде но разница с предыдущим посещением где-то в час и она так рада снова вас видеть так что Оксана если вы вдруг видите это видео спасибо вам огромное вы просто невероятно нам сегодня помогли нам все подсказали и конечно как вы видите с пустыми руками мы не ушли это у меня подруга взяла себе такую я с бобинкой она с цветочком но гортензия тоже очень классная такую вот ткань Моника 28 каунта красивая кстати она что Моника? та которая маленькая? да она просто красивая да? бежевенькая с кем поведешься? нас попросили полить через два дня цветок так это собственно то же самое для для тех же целей для Милхила и это окоричневая пермин тоже для Милхила такой он прям звук и два набора опять же вот этот по-моему был сразу висел в зале за вот этим Оксана бегала бегала она зачем-то два раза там получается судя по всему на первом этаже магазин на втором этаже очевидно склад там на горелой интернет-магазин там все в одном помещении она бедная бегала туда-сюда потому что была здесь ее нет была такая оса а вот нет была пчела а шмеля не было вот и она посмотрела что он где-то есть она бегала его искала и нашла последних две штуки было в магазине ну классный такой в общем тематика как вы видите прослеживается очень четко вот так вот так что все я теперь теперь это все что мне нужно надеюсь сейчас такая о подожди вот это тоже не на второй раз мы уже не побежим мы нашли остановку с которой завтра уходит транспорт в аквапарк здесь очень странно тут все называется маршрутка что на автобус что на маршрутку это все ну все маршрутка в общем ну маршрутка будем будем нарекать ее маршруткой уходит завтра в аквапарк у нас завтра целый день там на субботу и у нас экскурсия но непонятно как там штук то что обещают дождь в воскресенье рукодельная встреча в общем практически на каждый день есть планы и это прекрасно так что я думаю что я сейчас открою вот эту вот ткань и решительно от нее отрежу 30 на 30 сантиметров единственное что вот эта сторона где 35 можно не резать наверное ну блин она и в пяльце если оформлять оно будет лишнее там и так 5 сантиметров припуска не открывается сейчас я открою не мучайся мы купили баклажку воды такую нормальную сколько литров на 6 у нас есть кухня мы можем готовить не так что мы это будем делать у нас есть кухня в общем мы тут конечно развели немножко я так что покажу вам очевидно последний день когда будем выезжать и приведем это все в нормальное состояние ну вот единственное что есть это черезклобеговая дорожка я не знаю что это странный ассоциативный ряд гладильная доска с утюгом я уже одежду свою всю перегладила сейчас буду гладить ткань на косе вот у нас тут запасы техники на случай отключения света мы взяли приблизительно все но будем надеяться тьфу-тьфу-тьфу что это нам не пригодится кто покупает ткань и пытается в дороге начать новый процесс тот обычно не таскает с собой ножницы закройщика кто не таскает с собой ножницы закройщика отрезает ткань на новый процесс вот этим никто не обещал что будет легко так что я вам хочу еще сказать заломы на ткани у нас нет пульверизатора можно было бы конечно ее просто намочить в нынешнем легких путей в общем есть вот такая вот штука из Ева я думаю кто в тиктоке видел увлажнитель в общем увлажнитель такой для лица я сейчас буду пробовать вот этой вот штуковиной пройтись по вот этим вот заломам и посмотреть что из этого будет но он так так видно что из него что-то я не знаю конечно нет ну оно мокрое пятнышко конечно станет это абсолютно это идея абсолютно не целесообразна в общем кому вдруг такое приходило в голову переставайте и просто мочите его из раковины но штука прикольная так ну что села я вышивать и монтировать вернее легла я вышивать и монтировать я вам хочу сказать гораздо приятнее чем села и я натянула вон он лежит натянула я ткань такие по той стороне где было 35 я не отрезала я решила что эти 5 сантиметров это абсолютно бессмысленно а с той стороны где 70 ну там соответственно так предыдущие несколько секунд происходили сложные математические подсчеты да там не на 70 там на 50 было так что 20 все правильно в итоге в целом остатке да там 20 сантиметров осталось но тоже нормальный такой кусочек куда-то может пойти я притащила с собой станочек на руке мой но я ткань мне очень нравится мне очень нравится цвет но я сегодня не решусь начинать потому что я не уверена в чистоте своего сознания после двух бессонных ночей сейчас в Киеве тоже тревога здесь нет в Киеве тревога уведомления приходят становится тревожно вот и уже сколько там 9 часов почти 16 с небольшим сегодня мы протопали поэтому я решила вот такой вот дизайн повышевать где тут превьюшка маленькая тут превьюшка вот такая вот эмброид герри крафт у меня чуть-чуть был слушайте я вот буквально вот эти бежевые крестики успела сделать и я вспомнила что кроме того что мы сегодня купили в Морешке мы еще были в Лолитке купили вот такие вот иголки это Бахин там можно было купить всю упаковку упаковка стоила по-моему 200 200 с большим гаком да 260 или что-то такое там 4 иголки либо же по по-моему 40 гривен 48 гривен одна иголка в общем одна иголка 48 гривен в чем прикол у них смотрите у них двойное ушко это иголки я не знаю как какие они у производителя идут то есть я не уверена что он их разрабатывал как иголки для блендов ну в общем мы взяли как иголку для блендов попробовать один цвет в одно ушко второй цвет в другое ушко и посмотреть что из этого получится может они будут меньше перекручиваться красивее ложиться так что вот так вот мы о отбой это чертовски мило опасность длилась 10 минут в общем да плюс одна иголка ну это будет реально интересно попробовать у нас уже второе число уже полдесятого здесь светло полдесятого мы пришли посмотреть на фонтанчик светящихся и тут у нас оперный театр и тут у нас не не нет но еще не 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я говорила, что мы живем в самом центре, я не шутила. Это самый центр. Это так называемый конь. Ну или король Дамила на коне. И вот сразу же дом. Очень прикольно. Кстати, покажу вам, как там внутри. Смотрите, не знаю, что здесь было раньше, когда-то. В общем, как вам такое? Деревянная крученая лестница. Так, так. Следующим кадром я падаю с деревянной крученой лестницы. Смотрите, какая красота. Мне интересно, надо погуглить, что в этом доме было раньше. Представляете, тут, наверное, ходили в таких каких-то платьях, длинных таких юбках. Вот это дерево. Очень прикольно. Единственное, что не прикольно было на этом празднике жизни, это тянуть чемоданы поделись. И еще неприкольнее будет тянуть вниз. И там еще сверху окно. Вон там этот солнечный свет оттуда попадает. Атмосферненько. Итак, 23.31. 10 тысяч шагов, но это все неправда, потому что мы сегодня были в аквапарке полдня. И там я снимала. А там, кстати, я сегодня посчитала. Это было достаточно просто, потому что, когда поднимаешься с этим кругом по лестнице, то рядом стоит жилой дом. И, в общем, ты скатываешься с высоты девятого этажа. Так что я сегодня раз, не знаю, наверное, где-то с десяточек раз поднялась на высоту девятого этажа. Ну, так вот. Так что сегодня, я думаю, активностей было больше, чем те, которые зарегистрированы. Но, кроме всего прочего, я еще и начала новый процесс. Казалось бы, куда мне? Куда мне новый процесс? У меня старых целая куча. Но, не знаю, мне захотелось. И смотрите, что у меня уже есть. Мне так нравится. Оно настолько плотненько получается. Такое прям... Ну, такое классненькое. Посмотрите. Это ж просто... Это ж красота. Это ж просто красота. Смотрите, какие классные. Я сидела, разбиралась, открыла этот PDF-файл. Пыталась понять, что там к чему. Я села с этим PDF-файлом. У меня подруга пошла в душ. Она уже оттуда вышла. Я сижу с этим PDF-файлом. Она говорит, как ты сидела, так я тебя и нашла. Ну, я посмотрела, почитала. Вот этот стежок конкретно, это набырование. Там еще будет качалочка и будет косый хресток. Почему он косый, я еще не выяснила. Но туда я еще не дошла. Но центральный элемент у меня уже готов. Использую вчерашнюю бобинку. Света здесь вот чего-чего. А света здесь просто. Здесь весь потолок, все в осветительных приборах. Это я еще даже включила, как видно, далеко не все. Просто все в свету. Поэтому с этим проблем нет. Мы даже не используем тьфу-тьфу-тьфу те лампы, которые привезли с собой. Мы были готовы, но пока что, слава богу, они нам не пригодились. Завтра встречаемся с подругой. Завтра у нас, судя по всему, экскурсия по Львову. Единственное, что нам может помешать, это дождь, который, судя по прогнозу, должен начаться в 3 часа ночи. И закончится в 4 часа утра. И все было бы неплохо. Но речь идет о следующем дне. То есть с 3 часов ночи до 4 часов утра. То есть с 25 часов, судя по прогнозу, в Львове должен идти дождь. Несколько печально, конечно. Но будем пробовать подстроить наши планы под львовскую погоду. Мы еще хотим залезть на ратушу. Там сейчас нужна предварительная регистрация. Мы уже зарегистрировались. Работает все это дело только в субботу и воскресенье. Опять же, если верить тому, что мы в интернете там нарыли. В субботу, опять же, дождь. Так что в воскресенье вот наш единственный шанс туда вылезти. Я вылезала один раз на эту смотровую площадку, на крышу. Вылезала один раз достаточно давно. Я бы обновила эти впечатления. Так что зарегистрировались. Надеюсь, в воскресенье перед рукодельной встречей мы туда таки залезем. Я сейчас еще повышиваю этот процесс. Я дошла как раз вон до черного. И черного здесь будет очень много. Поэтому все. Приступаем. Ну, сегодня мой рукодельный день еще не совсем заканчивается. Но решила снять вам вечернее включение. Писали в комментариях, что видео стали короче. Вечерних включений нет. Да, каждое лето одно и то же. Вечернее включение мне на даче снимать не совсем удобно. Потому что я не совсем неудобно. Потому что я перебужу полдома. Я стараюсь как-то заменять их утренними. То, что в обычных вышивальных неделях мы с вами встречаемся практически только по ночам. Там каждое включение. Добрый вечер, два часа ночи. Добрый вечер, два часа ночи. Ну и такой формат тоже вернется. Я думаю, что вернется уже через несколько недель. А пока что так. Так что на этом все. Но я еще чуть-чуть повышиваю. И покажу вам уже завтра результат. А все так радужно начиналось. Это я уже кусок распорола. Потом решила вам показать. Видите. Короче, просчиталась я. Не могла понять где. В общем, просчиталась я. Вот здесь вот. Вот здесь вот. И сейчас вот это все надо выпарывать. Оно уже было так красивенько. Но нет. Час шестнадцать. Можно слышать, как уже палил дождь на улице. Вот тот, который на двадцать пять часов палил. Кстати, просто вот как будто бы он сам сверялся с тем прогнозом погоды, который я смотрела. Такое все, пора. Начинает лить. Что я вам хочу сказать. Я восстановила справедливость. Я не смогла бросить на том этапе, как это было. И дошила столько, сколько распускала. И даже чуть-чуть больше. В общем, так что такая история. Ну, такой более-менее кусочек у меня уже готов. Так, Доминиканский собор. Гуляем. Аж зайдем срадану. А вот это же я думаю. А что будет, если мы берем сканер? Так, нет, тут меню. Так, и что мы имеем? Я на что буду? Так. Пролокацию. Доминиканский собор. Тепер Греко-католицкая церква. Можно почитать. Можно даже самим ходить. Ага. И фотки. Ага. Пятнадцать. А что там? Так вот идешь и... Это у нас Львівская міськая рада. И мы зарегистрировались завтра туда залезать. И вот она. Можно потереть маленьких львов. И мы полезем вот сюда. На самый верх завтра. Оп. Кость поднималась. И вот так это все выглядит. О! Вот это львы, которых мы только что терли. И вот туда, на самый верх, мы залезем. Вот туда. Что мы имеем? 00.25. И вот такое вот продвижение. Мы сегодня погуляли. Я не чувствую ног. Я не помню, когда у нее в последний раз была такая крепатура. Я не понимаю, почему. Потому что джампинг, значит, мои ноги не впечатляет. Сапа мои ноги не впечатляет. 30 тысяч шагов мои ноги не впечатляет. Тут погуляла по Львову. Ноги отваливаются. Я не знаю, что это. Или это из-за брусчатки. Или из-за дождя. Или я не знаю, почему. Но вот как-то так. Ну, до завтра, я надеюсь, оно как-то отпустит. Потому что завтра опять же лезть на ратушу. Так что до завтра лучше им как-то прийти в какое-то удобоваримое состояние. Но вернулись мы вечером домой. И сели вышивать, не поверите. Я доделала центральный элемент. Доделала сначала черным, потом оранжевым. И начала делать вот эти вот ромбики. Смотрите, какие они классные. Мне так нравится, как ложится вот эта нитка перле на... Все время вот так вот приближают. Я там точно все правильно сделала. Точно. Так нравится, как ложится эта нитка перле на... Это восьмерка на 32-й каунт. Просто идеально. Оно не толкается. Оно лежит вот, ну, прям вот... И они созданы друг для друга. Мне кажется, это просто шикарно. А о тактильности этой работы я уже вообще волчу. Ее хочется все время трогать. Просто все время так по ней водить. Хотя у меня, в принципе, такой привычки нет. Но с этой работой, судя по всему, появится. Сейчас тут будет много черного вокруг. Надо будет еще сделать черную обводочку вокруг этих двух ромбиков. А потом там еще будут элементы. Тут будет еще, по-моему, по одному ромбику. Я хочу эти стежки делать по очереди. То есть я сначала хочу все вот эти сделать, которые этим набырованием. Потом качалочки там, по-моему, что это такое. И потом вот эти вот косые хресты, которые я так до сих пор не выяснила, почему косые. Но я думаю, что в обозримом будущем я к этому доберусь. Ну, крестиков не было ни вчера, ни сегодня. Но зато есть стежки. И в любом случае в поезде мне будет крайне неудобно вышивать на ткани. Я пробовала когда-то, но это очень неудобно вообще. Поэтому на поезд мне есть, что вышивать. А пока что хочется повышивать вот это вот. Потому что это что-то такое новенькое, что-то такое интересненькое. Конечно, останется ниток просто вагон. Мне кажется, я от каждого этого клубочка перле потрачу. Ну, короче, мне кажется, теми нитками, которые я купила, можно еще таких десяток сделать. Нет, ну, наверное, таких десяток. Хотя бы сказать, если не десяток, то меньше, но нет. Реально десяток. Так я таких не планирую делать десяток, я не знаю. Ну, будут у меня запасы перле восьмерки, может, когда-нибудь пригодятся. Вероятность, конечно, не очень высокая, но что поделать. Другого выхода не было. Где-то на метраж. Я не нашла, где на метраж можно купить. В общем, у меня теперь будет целая куча разноцветных ярких клубочков. И, судя по всему, красивая работа в каком-то тьфу-тьфу-тьфу обозримом будущем. Я надеюсь, что вдохновение меня не покинет. И я ее буду продвигать такими же темпами, как и сейчас. Я, конечно, не знаю, насколько правильным является мой глазомер. Но мне кажется, где-то четверть работы и я уже вышла. Так что это уже очень-очень неплохо. Так что все. Увидимся завтра с вами. Я думаю, когда будем лезть на ратушу. Если там будет возможность что-то поснимать в перерывах между пытками выжить, то я обязательно это сделаю. А пока что спокойной ночи. Так, мы лезем. Я не знаю, сколько мы уже пролезли. Что вот это. И сколько нам еще лезть наверх. И вот так вот. Сколько? 65 метров? 65 метров. 65 метров. О, тут ступеньки по этой. Больше. Это, похоже, что механизм часов, которые на башне. Вот так вот это все. Ой. Я не знаю, как вот тут у нее слезть. Оно такое стремное. Они высокие, эти ступеньки. Они такие прям. Да, вниз мне нравится. Если честно, идея, еще меньше, чем вверх. Ой, смотри. Что-то происходит. Прикольно. Прикольно. Ого. Тут уже красиво. Что ж такое закона? И дальше вот такой вот кусочек. Это я помню. Почти как у нас в подъезде. Уже чувствую ветер. Подписчиков укачают. Я тоже. Это уже. Тихо, тихо, тихо. Какая-то швизи. Сどもник. up. Субтитры сделал DimaTorzok О, это хвыля. Это где музыканты играли. Только с другой стороны. И доминиканский собор. Из другого ракурса. Смотри, кофе за руку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 С Киевом? Четыре года. А ты таки вишиваешь или нет? Я пытаюсь его начать вишивать постаново. Мне кажется, тут уменьшили каунт, да? Да, мне кажется. Мені здається, що воно такого має бути каунт. Дуже гарно. Ой, а це ж той СП, да? Так, але я в ногу з ними не йду, я не встигаю. А ви і то, і то вишиваєте? Бо там по дві. Ні, тільки у тих персонажів. А що це буде? У мене є три готових. Щось ще має оплітатися, мабуть. Це ваші? Так, ГОВ і ЦН є вже. А важко вони йдуть? Так. Дуже легко. Багато вишиття. Я комплімент писала Наталі в першому своєму музію. Дуже класний везель. Дуже легкий. Чверть хрестика трошки є і в темі. Ну, все там. Нічого займового за мене не було. Ну, я дивлюся, воно таки йдуть кольори. Світло, темніше, темніше. І так все. І все. Дуже логічно. Це може власне. А чі це чебітки? Не знаю, чи сихають. Ні, я маю на увазі вироблення. Це діменші? Потім витерпити, витерпити. А це муранок? Так. А задники будуть на таких тонах, типу сіна. Жовтий такий от. А то має бути з одного боку таке, з другого таке, так? Так. Вона одразу два випускає. Але я їх буду робити на червоному. Типу 321-му. Тому що воно буде так вкусно. Воно буде гарно на тому. Ой, коза взагалі була. Коза – це просто. Вона була перша, я на її купила сей. Ага. Але є четвертинки на заготовках не вийде. Вони такі досить великі вийдуть. Їх дуже мало четвертинок. Там четвертинки тільки в тих ігоршках. Їх можна беком виділить. Я, наконец-то, знайшла автомат, де можна купити карту. Я настільки часто тут бувала, що воно, у мене тепер є карта на общественный транспорт. Я почти місна. Все. Я дому. Дому в смыслі… Ну… Тут. В Львові. І ще во Львові. Хотя с приобретением леокард я понимаю, що це вже почти… Тоже почти як дому. Заканчивається эта неделя. Неделя дуже насыщенна, дуже интересна. Мені. 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 Мені.